Всем добрый день! Здравствуйте! В эфире КФУО ЛАЙФ, а я его ведущий Роман Плинсков. Сегодня у нас в гостях Институт физики. Именно с него мы начинаем эту новую неделю. Цикл наших программ, посвященных приемной кампании в 2023 году в Казанский федеральный университет. И долгое время не тянем. Представлю спикеров, которые сегодня будут отвечать на ваши вопросы. Ирина Владимировна Романова, заместитель директора по научной деятельности Института физики. Ирина Владимировна, доброго дня вам! А также Лукбек Мубинжонович Садиев, это специалист по международной деятельности Института физики. Здравствуйте! Доброго дня, рады вас здесь видеть. И как приятно смотреть, когда институты с каждым разом нашу программу усовершенствуют. Я вот смотрю, по правую руку от Ирины Владимировны у нас появились некоторые атрибуты, которые связаны как раз таки с вашим институтом. Но к ним мы перейдем чуть попозже. То есть покажете, для чего они у нас здесь. Ну а пока давайте самому очень хочется уже посмотреть. Давайте быстренько по вопросам пробежимся. И будем уже по опытам, как я понимаю, завлекать наших абитуриентов, чтобы они смотрели в сторону Института физики Казанского федерального университета. Пока что в целом об институте физики, пожалуйста, можно рассказать. Еще раз всех приветствую. И, конечно, у нас институт очень большой. Если кто интересуется физикой и какими-то естественно научными дисциплинами, то вы наверняка знаете, что физика она очень большая. Это и черные дыры, и квантовые компьютеры, и нанотехнологии, и беспилотные летательные аппараты, и робототехника, и микроконтроллеры, и много-много еще чего. И дистанционный заденок земли. И поэтому, если вам все это интересно, и вы хотите этому научиться, приглашаем вас поступать к нам. Вы, Жанныч, есть что добавить? Нет. Согласны, нужно поступать, да? Хорошо, пойдем по вопросам. Они звучат стандартно, но если что, можно их дальше расширять. Первый вопрос звучит следующим образом. Где можно уточнить стоимость обучения в вашем институте? Такие формальные пока вопросы идут. На нашем сайте. Института физики в разделе... Абитуриентов. Абитуриентов, да. И вот стоимость обучения, как раз-таки раздел стоимость обучения. Спасибо. Идем дальше. Как к вам можно поступить по направлению целевого направления? Абитуриент заранее заключает, получается, договор с организацией. Они договариваются о том, как у них будет в дальнейшем идти их договоренность. После того, как они договариваются, заключая договор по внутреннему экзамену, абитуриент сдает экзамены. Если же абитуриент, точнее уже студент не выполняет все пункты договора, если его отчисляют, если же он, ну, в принципе, да, вот самое ключевое, если его отчисляют, если же он просто переходит в другой вуз, там, или как-то вот так, то они уже, он оплачивает полностью стоимость работодателя, с кем-то заключил договор. Точнее, с организацией выплачивают полностью ту сумму. Которую отучился. Которую отучил, да. Которую они выплатили. Раз заговорили про целевое направление, вот с кем контракт можно заключать, то есть где студенты института физики могут работать? Студенты института физики, они по разным направлениям. Выпускники вот так правильно. Выпускники. Ну, выпускники много где у нас работают. Если говорить конкретно о целевом приеме, то это отдельная такая область. Целевой прием у нас очень большой на педагогическом отделении, то есть там очень много заказов от школ, потому что учителя физики, математики, они сейчас очень востребованы. А у нас в институте одно из направлений, как раз педагогическое образование, два профиля, физика и математика. То есть мы просто засыпаны заказами, и полгруппы примерно каждый год как раз обучается по целевому приему. Еще есть организации, которые заказывают специалистов, например, в информационной безопасности. Это и Минцифры, и, значит, правительство Республики Тарстан. В общем, заказов очень много. То есть вот с такими организациями можно заключать договор о целевом обучении. Но если говорить вообще о выпускниках, где они работают, то, значит, спектр, конечно, очень широкий. И это зависит от того, на конкретно каком направлении выпускник обучался. Например, астрономы, ну, понятно, это астрономы, это такое направление, где обучаются исключительно увлеченные люди. Они, конечно, идут в астрономию, они идут в различные НИИ, очень много уезжают в Турцию на практику, там проходят и остаются там. То есть это большой совместный проект наш, российско-турецкий. Если мы говорим про студентов, которые обучаются на направлении геодезии, а дистанционное зондирование, ну, мы все с вами пользуемся GPS-навигаторами, Google-картами, Дубльгиз и так далее. Это все дистанционное зондирование Земли. Также все геодезические фирмы, которые вымеряют нам участки там, садовые и так далее. То есть вот эти вот предприятия, они забирают всех наших студентов, они практически на третьем курсе уже практически все трудоустроены. Если мы говорим про направление физика, то это более такое научное направление. Выпускники идут, в частности, в различные НИИ, в Российскую Академию Наук. Очень много уезжает за границу, даже сейчас они ухитряются туда уехать, несмотря на какую-то такую не совсем стабильную ситуацию. Направление радиофизика, это больше такое прикладное направление. Направление выпускники устраиваются на различные предприятия, такие как КОМС, ГИПО, ШИМКО, радиоприбор и так далее. То есть список достаточно широкий. Если мы говорим про направление биотехнической системы и технологии, и вместе с этим у нас есть направление физики, называется медицинская физика, выпускники у нас идут в различные медицинские центры, где стоят такие достаточно высоконаучные приборы, как ЯМР-томографы. То есть это уже такие приборы, на которых нужен специально обученный выпускник, специалист, который помогает медперсоналу работать на этом оборудовании. То есть это центры различной ядерной медицины и так далее. То есть все медицинские центры, можно сказать, смело по всей России и за рубежом, они все очень рады принимать наших выпускников. Если говорить про направление новатика, то спектр трудоустройства этих студентов очень широкий, так как это управленцы, они могут работать и маркетологами, и бизнес-аналитиками, и управляющими проектами, и какими-то руководящими должностями, то есть могут занимать уже, то есть уже на четвертом курсе мы с удивлением обнаруживаем, что наши студенты направления новатика уже где-то начальника отдела. Вот это, конечно, очень приятно нам. Ну вот примерно, наверное, есть вкратце так. И еще очень много, конечно, с нашего института студентов трудоустраиваются в IT-область, потому что институт физики наряду с физикой и математикой дает очень серьезную подготовку по программированию, и они очень широко разбегаются у нас. Их сходят и в Иннополис, и в Яндекс, и в Сбер, и куда только они у нас не устраиваются. Ну вот, примерно так. Давайте, знаете, на какую тему поговорим? У нас этого вопроса нет, заявленных, но вот он сейчас у меня в голове появился. Немножко философски, немного даже психологически, вот по личности пройдемся. Даже в какой-то степени, может быть, дадим подсказку родителям. Кто такой физик в вашем понимании? Вот что вы вкладываете в это слово? И как родителю понять то, что его ребенок как раз-таки предосположен к физике, вот именно занятием этим? Потому что, ну, вспомним из поп-культуры популярные сериалы относительно физиков. Вы, скорее всего, знаете, о каком сериале идет речь. То есть, насколько он сильно повлиял на популяризацию данной науки. То есть, вот как понять родителям то, что вот мой ребенок физик, его нужно на это натягивать, подтягивать к этому. Ну и вообще в целом, кто такой физик? Что это за человек такой? Ну, кто такой физик, это очень широко. И понятно, если мы будем смотреть на какие-то популярные передачи, где физик – это такой взъерошенный ученый, который лохматый вылезает из-за стола, взорвав какую-то очередную колбу, непонятно с чем. Это, конечно, не так. Ну, либо сюда два пальца облезать. Да, пальцы в розетку, волосы дыбом из глаз искры. Ну, конечно, это не так. То есть, физики, они очень… Ну, если, во-первых, надо смотреть на склад ума, то есть, это должно быть предрасположенность к математике и к точным наукам. А дальше уже нужно ориентироваться, что ребенку больше интересно. И если он действительно тяготеет к тому, что ему интересна природа, как все устроено, если ему интересны различные механизмы, если ему интересны различные приборы, двигатели, изучить, как это работает, сделать что-то самому именно руками и проверить это на опыте, то это вот явно, ну, естественно, научный склад мозга, ума. И надо вот отдавать такого студента, ребенка, выпускника, школьника на, естественно, научное направление. Конечно, в частности, физика. Мы будем очень рады, если интересует именно физика. Понятно, что физика – это основа. И если мы посмотрим даже на наш вот элементарный смартфон, жидкокристаллический экран, микропроцессор, ячейки памяти, которые на магнитных материалах работают сейчас – все это фактически физика. Забегу немножко вперед. Наверное, вы знаете то, что ваши коллеги из Московского физического института, я не помню, как именно он называется, но ребята пошли настолько глубоко в физику, что практически создали свою команду по автоспорту. Прям автомобиль собрали. Вот в институте физики Казанского федерального университета нет таких кулибинов, которые объединят и инженерный институт, и Мехмат, и институт физики, и выставят свой болид, например, на трассу? Ну вот, болид, конечно, наши студенты не создали, но я знаю, что студенты четвертого курса биотехнической системы направления пару лет назад на своей дипломной работе, то есть это было несколько дипломных работ, которые были собраны вместе, представили на защиту настольный магнитно-резонансный томограф. О, как. Тоже полезно, сколько для медицины как раз-таки. Да, конечно. Замечательно. То есть научные исследования, они в стол не идут, как обычно стараются как раз-таки применить их в жизнь, чтобы дальше это все можно было развить. Ну, конечно, да. То есть сейчас направление такое на прикладные исследования, на импортозамещение, и наш институт старается очень активно в этом направлении работать. Хорошо. Пойдем дальше. По вопросам углубимся в направление, которое у вас есть. Вопрос следующий. Интересует направление астрономии. Популярно ли это направление среди абитуриентов? Давайте углубимся в астрономию. По себе я могу только сказать то, что я видел этих студентов, они готовы часами сидеть перед этим телескопом и наблюдать, наблюдать, наблюдать. То есть на астрономию идут, конечно, очень увлеченные люди. То есть те, которые действительно интересуются звездами, те, которые интересуются процессами, происходящими в нашей Вселенной. Вот недавно наш выпускник приехал из Германии, где специально его обучали работе на рентгеновском телескопе. То есть до этого у нас в университете таких специалистов не было. Ну и вот этот вот совместно российско-турецкий проект, он, конечно, требует очень много специалистов. И те, кто приходит к нам в астрономию, ну, необходимо, конечно, заметить, что это одно из самых сложных направлений в институте физики. Потому что астрономию в школе сейчас где преподают, а где не преподают, все по-разному. Поэтому эти студенты, они учат у нас и физику, и математику в полном объеме, а еще начинают астрономию как новую незнакомую дисциплину. Поэтому нагрузка, конечно, на них, можно сказать, с уверенностью повышенная. Но это все компенсируется тем, что глаза горят, руки делают, они ездят, они статьи публикуют. Но это, конечно, такие ученые. То есть исследование Земли, откуда мы взялись, как все это произошло, конечно, это очень интересно. Придем к следующему вопросу. Что изучают студенты в направлении инноватика? Направление инноватика – это такое очень модное направление, я думаю, можно смело так сказать. Оно у нас возникло не так давно, но сравнительно молодое по сравнению с остальными. То есть выпуск первый состоялся примерно 8 лет назад. И профиль называется так очень ярко и понятно управление проектами в сфере высоких технологий. То есть это специалисты, которых мы растим для того, чтобы управлять новыми проектами на предприятиях, но не просто каким-то проектами, а именно высокотехнологичными. То есть у них очень серьезная база техническая, то есть они изучают и физику, и математику, и химию, и биологию, чтобы они были вообще в курсе и могли разбираться в новейших разработках. А с другой стороны, у них очень серьезная подготовка по экономике, менеджменту, бизнес-аналитике, бизнес-планированию, продвижению продуктов, созданию команды, различных софт-скилл, лидерских качеств, чтобы они могли работать с управленцами в этой области и выводить новые высокотехнологичные продукты на рынок. Ну вот так. Относительно направления есть еще вопрос. Есть ли у вас профили подготовки по специалитету? Есть у нас два специалитета. Значит, один специалитет как раз астрономия, о котором мы поговорили. Там студенты учатся 6 лет. А еще есть специалитет направления информационной безопасности. На нем учатся 5 лет и получают диплом специалиста. Ну, а что такое информационная безопасность? Я думаю, даже рассказывать не нужно. Все хорошо знают. Это одно из самых востребованных сейчас направлений. Туда один из самых больших проходных баллов у нас в институте. Знаю, насколько активно сейчас об этом говорят в СМИ вообще везде. Даже трехлетний ребенок уже знает, что такое информационная безопасность. Поговорили про поступление по целевому. Как происходит процесс поступления у СПО? У СПО процесс поступления идет напрямую. У нас на сайте есть перечень экзаменов. Они могут как раз-таки посмотреть, сдать экзамены напрямую и, в принципе, пройти по баллам в зависимости от направлений. И еще одна категория абитуриентов у нас есть, которую мы не затронули. Это иностранные студенты. Как проходят вступительные испытания у них? Вступительные экзамены для иностранных студентов у них есть. Они могут сдать по системе Proctoring Online. Также они могут приехать сюда. Потому что в разных странах интернет не очень хороший. И часто они просто не могут сдать экзамены онлайн. Поэтому некоторые абитуриенты по мере возможности приезжают, сдают экзамены тут и ожидают уже две недели. Также уже по поступлению они уже остаются тут. В целом давайте по иностранцам поговорим. Как у них проходит адаптация здесь? По-разному. Есть иностранцы, которые как раз приезжают из дальнего зарубежья. Это люди, которые понимают о том, что заднего выхода нет. Они идут напрямую. Но единственное это то, что языковой барьер. Потому что есть иностранцы, которые просто вообще не разговаривают на русском языке. Но у них стремление очень хорошее. Они остаются, они приехали с целью учиться. А есть ребята, которые знают русский язык, приезжают, у них уже идет более смягченно. Они уже нет переживаний никаких. Они идут уже просто по прямой волне, скажем так. Потому что единственное для иностранных абитуриентов это языковой барьер. Потому что у нас, так как у нас нет английских программ, им немножко тяжело дается. Так как физика это немножко другое направление, нежели гуманитарий. Что ж, спасибо. У нас вопросы уже заканчиваются уж достаточно быстро. Мы с вами по ним пробежались. Есть еще один. Но он также, как и первый вопрос, у нас более такой формальный. Где можно найти информацию для абитуриентов? Здесь просто повторить надо, получается. Да, на сайте абитуриентов.кпфу.ру, а также на прямом, на нашем сайте Института физики. Ну, вопросы у нас подошли к концу. Теперь давайте к самой интересной части переходить сегодняшней. Понятно, для абитуриентов любая часть нашего эфира интересная. Чуть позже мы еще обратимся к комментариям, которые нам писали студенты, не студенты, а будущие студенты, абитуриенты. По ним тоже пробежимся. Пока что давайте разберемся с этой тумбочкой. Что у нас здесь есть, что представлено. Пожалуйста. Сегодня здесь представлено два набора. Один – это наклонная поверхность, изготовленная из треугольника, из досок. Это, кстати, уже все старое, то есть, можно сказать, историческое. А второе – это песочные часы, изготовленные Рустам Валевичем Доминовым, заведующим демонстрационным кабинетом. То есть, давайте я начну как раз с него. В нем, в зависимости от того, сколько песка внутрь насыпать, можно регулировать самостоятельно время. То есть, можно и пять минут задать, и три минуты, что вполне иногда очень удобно, когда что-то отчитывать. Второй эксперимент – это скатывание. Давайте вот с часами разберемся. Это как-то, меняется что-то, чтобы пять минут шли, три минуты шли? То есть, да. Или просто от количества песка? Да, самостоятельно можно все открыть, количество песка лишнее высыпать, самому по времени сориентируясь. И уже, то есть, песочные часы работают как песочные. Сколько времени? И определить, на сколько времени рассчитано такое количество песка. Да, интересно. Поехали дальше. Кстати, вот хочется еще сказать про наш демонстрационный кабинет. Он один из лучших в России, и некоторых экспонатов даже нет в МГУ. Поэтому мы им очень гордимся. Понятно, что мы не можем принести сюда такие большие опыты, как катушка Тесла и все остальное. Но вот у нас в Институте физики бывают открытые лекции. Приходите к нам, все посмотрите. Приходите также на день открытых дверей. Мы рады, что сам все покажут с удовольствием. Да, конечно. Конечно. Второй эксперимент – это скатывание цилиндра и двойного конуса с наклонной плоскости. Здесь студентам задается вопрос, что вообще произойдет, когда цилиндр и конус скатить с горки? Да, вот давайте мы вас спросим. Вот как вы думаете, что произойдет? Вот возьмем сначала цилиндр. И попробуем его скатить. Да, вы так думаете, что будет? Вячеслав Юрьевич, мне нужна твоя помощь. Подморочистка техники нашим. Слушайте, ну трудно сказать. Ну логично предположить, что он скатится вниз. Отличная версия. В первом случае он свободно скатывается вниз. Ну, правильно, все. Можно идти на первый курс в Институт физики. Во втором случае берем деревянный двойной конус. У него края тут прорезинены с этой, а с этой стороны деревянной. Мы его восстановили чуток. Вот как думаете, что сейчас будет? Вот так же ставим его наверх. Ну, глядя на упор, скорее всего, он на месте останется. Вот почему он не катится? Так-то я привык вопросы задавать на этой программе. Вот интересно, почему? Поясните, пожалуйста, как незнающему человеку. В первом случае попробовали скатить его с горки, а во втором случае попробуем поставить его вниз. Вот как думаете, что будет? Ну, я просто подключаю логику. Наверное, он покатится вверх. И действительно, вот он начинает катиться наверх. Заново. Еще раз повторим. Просто ставим, не толкая. Он свободно катится вверх. В принципе, все объясняется как бы иллюзией, который создается в первоначальном положении, хоть и двойной конус находится внизу. Если мы будем ориентироваться вот на эти боковые грани, точки, то высота от этой точки до края стола будет больше, чем вот во втором случае. То есть, чем вот эта высота? То есть, с точки зрения конуса, он катится вниз. С точки зрения его центра массы, даже если правильно сказать. И вот это работает так. То есть, вроде бы нам кажется, что двойной конус катится. Вроде бы он внизу стоит, но он на самом деле скатывается. Если наклониться, посмотреть, то это наглядно будет видно. Это самый простой способ объяснения. Мы объясняем, например, ученикам, которые пришли к нам посмотреть эксперименты, или студентам. Вот так это и объясняется. Спасибо. Ну вот, удивили? Очень сильно удивили. Вспоминая свои уроки физики, у нас, к сожалению, не было возможности не экспериментировать ничего. В основном только в тетрадях мы сидели. И я вот понимаю, вот чего вот не хватило. Потому что и с химией, и с остальными такими техническими науками, вот у нас в школе, к сожалению, немного грустно было в то время. А что у нас на часах там? Как дела обстоят? Часы у нас тикают по-своему. Ну, я так понимаю, тут на 5 минут, да, примерно рассчитано. Да, 5 минут, да, побольше времени. 5-6 минут. Да. Для наглядности песка побольше насыпали? Угу. Такие можно даже дома самому сделать, как игрушку. И играть. То есть, для этого нужно песок, две бутылки, крышка. Вот то, что я сейчас вижу. А что еще? Две крышки продырявили в середине и как зафиксировали, приклеили друг к другу. И все. А в этот, засыпать, как вот еще один песок? То есть, крышки полностью откручиваются, получается, да? Да, резьбовое соединение откручивают, лишнее высыпаешь, и можно по времени самому отрегулировать. Спасибо. Стоит минут 5-6. А какие еще эксперименты в институте физики проводятся? Если с точки зрения демонстрационного кабинета, то на каждый раздел физики у нас есть очень много экспериментов. То есть, и по механике эксперименты показываются, и по молекулярной физике, и по электричеству, и по оптике. Вот всеми любимая катушка Тесла, например. Или конденсатор. То есть, большой конденсатор привозят на тележке, заряжают, потом замыкают контакты с железной палкой и происходит такой звук, просыпаются сразу все. Ну, в общем, опытов очень много, очень красочные опыты по оптике. И, конечно, когда у нас преподаватели читают лекции студентам, они очень активно весь этот парк опытов задействуют, стараются все продемонстрировать. Не просто какие-то формулы писать, а именно опыты наглядно. Ну и, конечно, у нас очень большой парк лабораторного оборудования. То есть, все студенты проделывают, по каждому курсу физики, лабораторной работы, когда они эти опыты делают уже сами, сами крутят ручки, сами проводят измерения, сами строят графики и объясняют полученные результаты. То есть, это один из основных блоков обучения. Это, конечно, эксперимент. Ну, давайте затронем как раз-таки научную деятельность. Где студенты у нас представляются, какие, может быть, открытия даже бывают у них в институте физики, как они этим занимаются, с чего у них даже начинается вот этот процесс научной деятельности в институте физики? Начинается с того, что на третьем курсе все уже задумываются о том, что пора бы определиться с кафедрой, что нужно начать делать курсовую работу, а на четвертом курсе защищать диплом или выпускную квалификационную работу, как это сейчас говорится. И вот как раз в этот момент студент приходит первый раз в лабораторию и смотрит, что же там за оборудование есть. Ну, в институте физики, конечно, самого маленького студента на серьезное научное оборудование сразу не допускают, он какое-то время учится, но, как правило, к концу выпускного курса это такой уже уверенный пользователь, оборудования у нас в институте физики очень много у нас есть, и микроскопы очень высокого разрешения, есть и ЯМР и ПР-спектрометры, есть магнитно-резонансные томографы, есть лаборатории по напылению тонких пленок, это вот как раз для исследования новых материалов для микроэлектроники, для элементов памяти и так далее. Есть система MPMS, так называемая, в которой есть большое магнитное поле до 9 Тесла и большой диапазон температур от 2 Кельвин до 300 Кельвин, и можно проводить как раз измерения различных физико-химических свойств полученных веществ. Есть ростовые лаборатории, есть очень много лабораторий лазерной техники, где можно самому даже спроектировать лазер на новом каком-то элементе, то есть и вот все вот эти работы можно делать как раз в институте физики, есть очень опытные наставники, которые, конечно, с удовольствием берут в себе студентов. Замечательно. А на каких конференциях, например, ребята могут себя проявить? Есть ли какой-нибудь вот на пару эфиров назад, нам говорили, как раз-таки вот научный запрос той или иной тематики, то, что вот ученые нужны и занимаются этим исследованием, которого запрос появился? Конференций очень много, да, потому что вот я как зам по научной деятельности, мне вот присылают, ну, раз в два дня точно какое-нибудь приглашение на какую-нибудь студенческую молодежную научную школу, какую-нибудь конференцию. Ну, во-первых, в институте проводится итоговая конференция студентов каждый год, то есть можно начинать выступать с нее. Есть, значит, молодежные научные школы, в частности, молодежная научная школа по магнитному резонансу, которая каждый год у нас проводится, по оптике спектроскопии, это, соответственно, оптическая школа. Есть школа, называется, Петровские чтения, это теория относительности космологии и гравитации, то есть это конференции, которые проводятся каждый год. Ну, и еще нам очень много приходит различных приглашений от сторонних вузов, в частности, вот сейчас очень много студентов поехали, точнее, еще не поехали, готовят тезисы на конференцию в МГУ имени Ломоносова, то есть очень большая конференция по физике, их очень много, потом вот Саров проводит конференцию по физике, проводит Черноголовка, Санкт-Петербург проводит конференцию по магнитному резонансу, опять же, молодежная научная школа, то есть где участвовать, вообще масса. Вот, главное, чтобы было желание и ресурсы, возможности. Желание у наших студентов всегда есть. Да, мы это всячески приветствуем, да, что обязательно надо куда-то выступить, это большой опыт, и публикация потом. Замечательно. Все можно сделать для успешной жизни здесь, да? Конечно. Что же, время нашего эфира подходит к концу, и вопросы тоже у нас, к сожалению, закончились, еще бы пообщались, но у нас будут еще программы КФУ Лайф с вашим институтом, так что будем обязательно вас ждать, чтобы вы принесли еще что-нибудь интересное. Я, может, подготовиться. Да. Подучу, вспомню, что такое физика, попробовать ответить на ваши вопросы. Есть ли что добавить нашим абитуриентам? Еще парочку минут у нас есть. Поступайте к нам. Вот за что я люблю еще институт физики, вспоминается, три года назад Даюрский к нам приходил, тогда еще директором института был. Наша программа заняла, ну, примерно минут 11, потому что все четко и по факту. Вот это, я так понимаю, наследие Дмитрий Альбовича живет, да? Конечно. Замечательно. Есть ли еще что добавить? Будем рады видеть вас всех. Еще хочется сказать, что у нас каждый месяц проводится пробный ЕГЭ для тех, кто сдает физику. Пожалуйста, приглашаем вас участвовать. Также у нас есть научно-популярные ректории, которые мы проводим онлайн в этой же студии, кстати говоря, каждый месяц. Тоже приглашаем вас. И ждем вас, конечно, всегда с удовольствием в нашем институте. Расскажем, покажем, приглашаем учиться. Все четко, ясно и по делу. Что ж, большое спасибо, что пришли к нам на программу. Будем ждать еще раз вас у нас в гостях. Это был КФУ-Лайф для Института физики. Еще увидимся с вами, друзья. Продолжим на этой неделе. Счастливо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин